Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вчера свершилось чудо. Впервые за три года жизни в Испании я увидел на рынке айву. А значит, сегодня время чрезвычайно, просто элементарнейшего блюда, но при этом умопомрачительно вкусного. Я даже никаких сказок и обычных своих подводок делать не буду. Для него нам понадобится мясо на костях. Я вот подготовил тут один говяжий хвост и грудинку, тоже говяжью, небольшой кусочек. Можно брать и то, и другое. Хотите, только на грудинке готовьте, хотите, только на хвосте. Можно даже из баранины готовить. Вот свинину я бы не стал, наверное, использовать. Слишком такое, ну, пресное, что ли, мясо. Еще понадобится лук, болгарский перец, видите, я взял три разных протертые томаты, айва и кисло-сладкие яблоки, тоже очень к тему будут. Короче, все просто. Нарезаю лук. В кастрюлю с толстым дном немного растительного масла. Затем нарезанный лук. Затем мясо. Затем сладкий перец надо нарезать. Как именно? На ваш вкус. Мне нравятся вот такие крупные кусочки. Перец тоже отправляется в кастрюлю. Теперь дело за айвой. Теперь дело за айвой. Шкурку можно срезать, а можно не срезать. Я не буду трогать. На айву вот такими дольками. Можно, конечно, шкурку снять, нарезать аккуратненькими дольками, но айва здесь не для красивого вида. Она здесь для вкуса и аромата. С яблоком так же, как и с айвой, обхожусь. Вот эдакими дольками. Ну и завершающие этапы. Яблоко в кастрюлю, следом протертые томаты, несколько долек чеснока, черный перец, зира и анис. И закрываю крышкой плотно и включаю средний огонь. Через пару минут под крышкой начнется шкварчание. Это лук да сок, он испарится и заполнит всю кастрюлю ароматным паром. И после этого надо будет убавить огонь так, чтобы шкварчание было, но не сильное, чтобы не сгорело ничего. И оставить тушиться на полтора, два, может быть даже три часа. Все зависит от мяса. Если у вас тут молоденький барашек или грудинка совсем молоденького теленка, то такое мясо, естественно, часа за полтора будет готово. А если хвост от какого-нибудь бычка трехлетки, то и трех часов, возможно, будет мало. Подождем. Вы смотрите, сколько сока выделилось. Красота. Самое время посолить и перемешать. Хорошенько перемешать. Прям хорошенько, хорошенько. Вот так. И попробовать. Очень хорошо. Но добавлю-ка я сюда сахара. Вот так. И опять перемешиваю. Отлично. Будем надеяться, теперь и с сахаром все отлично будет. Да, вот теперь все абсолютно в порядке. Собственно, все готово. Тут и богатый гарнир, и мясо. Снимаю пробу. Так, ну. Для начала кусочек мяса. Вот такой. Обожаю это блюдо. Этот соус пропитал полностью весь кусочек мяса. Готовится элементарно. Если у вас есть, конечно, кастрюлю с толстым дном или чугунок. Я еще соус вытянул. Ну, здесь кусочек айвы. И вот это сочетание пряностей. Перец, зира и самое главное, анис. Попробуйте. Это класс. И да, айва, яблоки, сладкий перец обязательно. Без них никуда. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok